Преображение Господне Преображение Господне считается одним из самых крупных церковных праздников и входит в цикл двунадесятых дней. В этот день прославляется соединение божественного и человеческих начал в Иисусе Христе. На горе Фавор Спаситель преобразился в божество, дав своим ученикам откровение второго лица Троицы – Христа. Во время восхождения на гору Фавор Христос спрашивает своих учеников, за кого они его считают. И Петр, выражая мнение всей апостольской братьи, твердо говорит «Ты – Сын Божий». Это были не просто слова ученика, который льстил учителю. Это были слова исповедания, слова, исходившие от сердца. «Ты – мой Бог». И вот тогда, в ответ на веру апостолов, Господь показал им свою славу. Если бы преображение случилось в начале служения Спасителя, оно бы не имело такого смысла. Ученики тогда сразу бы признали Христа Богом, просто из страха перед Ним. Но Спаситель не хочет никого насиловать, и поэтому не открывал до поры свою божественность, дабы ученики свободно, без всякого принуждения, сердцем поняли, что Он не просто Учитель, а Сын Божий. И когда ученики окончательно выразили свою веру, Господь предстал перед ними в ином облике – божественном. Преображение является собой очень важный богословский момент. Дело в том, что все, происшедшее с Христом в Его земной жизни, произойдет и с нами. Мы также воскреснем и также преобразимся. Состояние воскресшего Спасителя – это обожженное состояние человеческой природы, которое приобретут в вечности все люди. Преображение – это указание на то, что ожидает всех нас после Второго пришествия. Слава преображения – это удел всех людей, которые войдут со Спасителем в вечность и разделят с ним радость Царствия Божьего. Преображение – это напоминание нам о той благой цели, к которой мы призваны самим Богом. Преображение – это блеск неземного Отечества, где нас помнят, любят и ждут. Преображение – в этом слове множество оттенков. В нем сплелось и буйство красок уходящего лета, и ожидание чуда, и благодарность Богу за прожитый год. Но важнее всего не забывать, что за всем этим стоит Личность Христа, явившего нам подлинный свет, свет истины, свет, на который мы должны идти при любой погоде. В этот день, в День Преображения, в народе отмечают яблочный спас, освящают яблоки. Смысл освящения состоит в том, что мы приносим Богу начатки нового урожая, приносим Богу все первое и все лучшее. Традиции и приметы в День Яблочного Спаса Чтобы быть счастливым, нужно угостить яблоками из нового урожая всех родных, близких и любимых, и только после этого скушать яблочко самому. Если в этот день на мед слетаются пчелы, дом будет полон достатка. Девушки в праздник Спаса просят у яблонь свежесть и красоту. Если в День Праздника идут дожди, осень тоже будет мокрой. Сухой же день сулит осень без осадков. А вот ясная солнечная погода пророчит суровую зиму. Если в День Праздника листья пожелтели, то в скором времени погода изменится к худшему. Особое внимание стоит уделить насекомым. Если сегодня вы будете милосердны и терпеливы к мухам, то ждите успех и благополучие. Не отгоняйте их от себя и ни в коем случае не убивайте. Так и привлечете счастье в свою жизнь. Считалось, что чем больше блюд на столе, тем богаче будет следующий урожай. Также верили, что в День Праздника продукты обретают лечебное свойство. Яблоки становятся волшебными. Откусив кусочек плода, можно загадать желание и оно обязательно сбудется. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok